Привет, друзья, гости и подписчики канала! Сегодня хочу вам рассказать о репейнике, или как правильно называется, личинке репейной моря. Так как это прекрасная насадка и подходит, в принципе, для всей местной нашей рыбы, или рыбы, в принципе, любой в средней полосе, мне кажется, ее стоит иметь при себе, потому что иногда она показывает себя очень хорошо, в отличие от других остальных приманках. Как отдельно, так и подсаживая ее к мотылю, либо к опарышу. Даже к маночке иногда подсаживаешь репейничка. Репейник всегда является для рыбы лакомым кусочком, я бы сказал, таким шариком протеина, от которого она, скажем так, далеко не всегда отказывается. В принципе, лопух, ну или репейник, как хотите называйте его, растет везде. Практически в любом регионе России. И его, скажем так, соцветия, которые прилипают к нашей одежде, когда мы гуляем по лесу и, в принципе, отдыхаем на природе, всем известно. В них как раз-таки и проживает личинка и репейное море. Размер личинки примерно от 1 до 4 миллиметров. Цвет у нее белый, либо немножко желтоватый. Часто путают ее с чернобыльником, и так как по виду они очень схожи. Но это немножко разные животные. И в чернобыльнике, то есть в полыне, в стеблях полыни, живет немножко другие мольки, а не репейные. Но по виду они схожи, и по качеству в рыбалке похожи тоже. Собрав сухие соцветия с лопуха, набрав их в пакетик, можно хранить их дома, в прохладном месте, либо на улице. В любой момент их можно очистить. Но лучше это делать перед рыбалкой, чтобы не повредить микроклимат этих существ. Лучше собирать соцветия сухие. В начале зимы, так как птички тоже их очень подлюбливают. И в конце зимы их гораздо меньше. И найти себе репейники для рыбалки, вам придется обобрать несколько кустов. На каждую рыбалку. Это неудобно. Поэтому собирайте их перед началом зимы. Их будет очень много. Иногда даже по 2-3 штуки попадаются в каждом соцветии. Внутри соцветия есть еще маленькие такие светленькие ворсинки. Это очень напрягущая штука, которая втыкается в самых неудобных местах, в руках и везде. Потом сильно чешется. Поэтому от нее лучше избавиться заранее. Дома. Не на рыбалке. Чтобы она уже не напрягала. Всего хорошего. Удачной рыбалки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова